Мы сегодня будем говорить о честности. Что такое честность? Вот честности у нас немножко не хватает, потому что нам много чего рассказывает, а так ли это на самом деле? И залезя в интернет, вы понимаете, что все как бы совсем не так то есть. Конечно, нам бы очень сильно хотелось, чтобы наша жизнь была бы такая, как жизнь нашей замечательной Белоруссии. Там, где ценники ограничены 18%, там, где за товаром следят, это было бы вообще красиво и ровно, тогда бы у нас на все ценники упали бы вниз. На все. На продукты питания, железобетонные. То есть вот тебе пришел товар, а ты его должен за 7 дней продать. И наценка 18%. Это не честность. Вот это и есть честность. А у нас этой честности почему-то нигде нету в природе своей. И поэтому мы за все переплачиваем. Но у нас есть магазин, точнее не магазин, точнее это замечательные пивные бары, где ценники ровно такие же, как они есть для вас в Верхнеуральске. Вот это честность. Тема-то весьма жизнеобеспеченная. Тема честности в атмосфере вранья. Самая честность, с моей точки зрения, прививается уже не совсем в жизнеутверждающих заведениях. И самое забавное, что честь по чести в бизнесе этого практически нет. Чтобы ее найти, стараться надо. Я таких знаю. Они в моих сюжетах. Это даже весьма интересно. Это не то, что интересно, это еще и нужно. Потому что где я нахожусь? Я нахожусь в Карломарксе 204. Торговый центр Вавилон. И слева наше замечательное Верхневральское пиво. Мы сегодня говорим про честность. Честность это относится к чему? То есть, в принципе, давайте все-таки сделаем нюанс. В каждом городе должно было бы быть свое пиво. Это нормальное явление. В СССР, когда вы должны понимать, что никто вас не собирается уничтожать. В СССР такого не было никогда существования. Чтобы кто-то собирался вас уничтожать, естественно. Мало того, в СССР, естественно, были замечательные, отличные виды крепкого алкоголя. Почему мы сейчас это не вернуть на круги своя? Потому что это серьезный доход в бюджет целого государства. А вы все это дело распределили. И ничего не получаете. Я, конечно, понимаю, что кто-то может воровать. На это отдельная тема. Мы не про воровство. Сегодня у нас слова воровства не будет. Я бы, конечно, всем рекомендовал вернуть на круги своя то, чем мы занимались. Но давайте еще раз вернемся на те же вещи из СССР. В СССР было не только качественное пиво. Ну, разное, естественно. Потому что давайте определимся, что не в каждом городе есть качественная вода. Но было и вино. Нормальное, свежее, качественное венцо. Одна годка, естественно, продавалась. Ну, везде и всюду бочки стояли. Потом что-то дело умывалось. Но почему мы говорим про это именно качество? Дело в том, что в Магнитогорске, в самом Магнитогорске, есть несколько пивоварен. А почему мы приехали в Верхний Уральск? Ну, во-первых, и вернувшись на круги свои, мы говорим о том, что в Верхний Уральске было очень много пивоварен. Естественно. Но самая качественная пивоварня, она брала воду именно с горы под названием Извоз. Что касаемо города Магнитогорск. Город Магнитогорск – это предгорный. Предгорный город. У нас до самих гор примерно 25 километров. Вы, в принципе, это сможете увидеть. Для этого ничего сложного нет. Иногда посмотрите, пожалуйста, на запад. О, на восток. В смысле на запад. Да, на запад, естественно. Горный на западе. Так вы эти горы видите. Но расстояние достаточно большое. А Верхний Уральск прямо расположен в преддверии гор. Может быть, если бы Магнитогорск был бы, допустим, как это предрасполагалось в районе Банного, тогда еще было бы качество. Но расстояние слишком большое и качество воды, оно не совсем то, естественно. А Верхний Уральск, он располагается прямо. И когда мы говорим о сути событий, не надо говорить… Возможно, возможно. Но тот человек, который вам это дело открыл, был такой товарищ замечательный, он показал, что нужна еще и транспортная развязка. Естественно, Верхний Уральский транспортная развязка была с самого возникновения этого дивного города. Поэтому там. Поэтому и Самара – это было то самое замечательное место, где была транспортная развязка. Может быть, может быть. Я не знаю. Но вода, которая в городе Магнитогорске, она все-таки не такая красивая, естественно. И почему человеки, которые вам сделали это Верхний Уральское пиво, взяли ту самую воду? Потому что, в принципе, Верхний Уральск в свое время он выдавал очень много пива. Но в принципе, и даже не в принципе, и вообще, мы обсудили то, что Верхний Уральск может спокойненько, ровненько и качественно давать вам замечательный алкоголь. Тем более, дорога, а дорога изумительная практически, ну, за исключением некоторых товарищей, которые иногда ее расшибают, она была просто красивая. И сегодня сейчас то пиво, которое там производится, привозится к нам. Я не буду говорить, у нас есть в городе Магнитогорске разные пивные заводы. Но маленький есть нюанс. Маленький есть нюанс. Очень большой нюанс. Наше пиво не может храниться слишком долго, это невозможно, потому что это все-таки живое пиво, там никаких добавлений не существует в природе своей. А это пиво, оно немного других сортов. Я не буду противником, я наоборот, стараюсь говорить про качество. Вот мы хорошие товарищи, да, в принципе. Но для того, чтобы человек понял качество, он может, конечно, посмотреть мои сюжеты и понять, что это удовольствие, а может сделать по-другому. Но, к сожалению, это что-то не получается. Самая была бы качественная процедура, естественно, дать нам возможность попить пиво, где, в Магнитогорской арене, чтобы было несколько пивных изделий. Я, конечно, понимаю, что вы сильно-сильно хотите откат. Давайте не будем откат брать с людей, которые дают вам возможность жить. Не надо этого делать. Просто дайте людям возможность попробовать качество. А уже потом, а уже потом вы не будете смотреть мои интернет-издания. Вы сразу же придете сюда, либо на Карла Маркса 204, либо туда, куда мы сейчас поедем, это магазин рядышком с Тройкой, пересечения советской 50 лет Магниткой, либо вы поедете куда? На Комсомольскую 25. Потому что умных людей нет. Но сегодня разговор не про них. Сегодня мы про качество говорили. Понимаете, в чем наша жизнь немножко поменялась от Советского Союза, да? Она полностью поменялась от Советского Союза, но в Советском Союзе не было откатов. А-а-а! Во-во-во! А вы-то хотите работать, и что вам все откаты платили? Ну, это же не получается. То есть я, конечно, понимаю, что возможность. Вы можете приподнять ценники на пиво, и это будет тот самый откат, который вы потом заплатите за товарищу, который скажет, да, у нас должно быть верхнеуральское пиво. Но, как бы вам сказать, мы не противники этого дела. Давайте все-таки выключим слово «откаты». Потому что нельзя зарабатывать на вашем здоровье. А вы зарабатываете. Все-все-все зарабатывают. И очень серьезные проблемы возникают с алкоголем вообще, который вам продается в природе своей. То есть там не просто откаты, там все это вложено уже. И вы должны понимать, что даже невзирая на упаковку продукт-то будет говеным. А здесь такого не существует, потому что здесь работает по чесноку. Нет откатов, есть качество. Честная передача? Очень честная. Конечно, вы спросите, а где шашлычные? А теперь их уже нет. Наценки 800% хватит. Я бы понял результат с наценками до 100%, но это перебор. Вас там имеют, это ваше право. Еще раз говорю. Пиво лучшее в природе, верхнеуральское пиво, для вас, без дурости, оно есть, честное. Кушайте на здоровье. Ну и когда сюда заходим, мы сразу видим вовнутрь того самого лучшего пивного бара, располагающегося рядышком с тройкой. А это пересечение улицы Советской и 50 лет Магнитки. Вы просто сюда можете зайти и посмотреть историю верхнеуральского пивоварения. Возникает маленький вопрос. Ну, вы же видели все мои сюжеты. Если вы это дело не видите, вы спокойненько просто можете залезть на YouTube и посмотреть историю лучшего в мире пивоваренного завода. Верхнеуральского, естественно. Я вам практически целый год, четыре раза в месяц показываю эти дивные сюжеты, так что вы сможете это реально посмотреть. Что касаемо завода, который был раньше, в маленький возникает вопрос. Какой у нас возникает вопрос? Очень простой. В свое-то время, в свое-то время, ну, в свое-то время у нас не было холодильника. Вы забыли, да, про такие вещи? Кстати, зря. Холодильники у нас реально появились в 1900, ну, в каждом доме более или менее, появились примерно так, в 64-м, в 68-м годах уже можно было в Юрюзане, там, все остальные, там, остальные примочки. Конечно, это было бы очень сложно купить себе зилу, тогда был топовый холодильник. Ну, да ладно, его еще настать-то надо было, но все остальное. От этого не было холодильников. И вот до этого момента вы пили чего и ели что? Вы ели постоянные свежие продукты. Потому что, ну, нельзя было их содержать слишком-то долго в городе, в Магнитогорске. И никто вам не замораживал ничего в природе своей, потому что, ну, не было холодильников, но, может быть, где-то и были холодильники, но не в том количестве, естественно. И каким образом тогда пиво охлаждалось? Ну, догадайтесь, каким образом? Ну, догадайтесь, или посмотрите внимательно. Эту точку вы наверняка видели, хотя вряд ли не понимаете, о чем идет речь. То есть пиво раньше хранилось в... Это были не колодцы, это были погреба. Да-да-да-да-да. В погребах, естественно, температура была ниже. Но сегодня и сейчас меня этот вопрос очень сильно интересует. Потому что сегодня и сейчас на этом крутом пивном заводе стоят холодильники. Вы понимаете, да? То есть, сами холодильники охлаждают, естественно, само пиво для того, чтобы оно качественно варилось. И мне это, по-моему, немножко даже более нравится, потому что, представляете, температура внезапно поднялась до 40 градусов. И вот охлаждение уже не то. Я имею в виду бочек в старом пивоваренном заводе, потому что температура сама поднялась. И вы хоть тресите, хоть лопнете, все равно идет повышение некоторое количество температуры присутствует в вашем местечке, где ваше пиво должно хранить. А здесь не присутствует пиво, здесь все нормально. Это качество, это качество, это качество, господа мои. Кроме всего, вы можете посмотреть, то, из какого сорта и какие салата добавляются. Я все это вам реально посмотрел. То есть мы никуда не прыгаем и в некотором количестве. Почему? Как наше пиво работало, так оно и не прыгнуло с того момента, когда у нас доллар был 72 рубля, и вдруг прыгнул у нас 95 рублей. Нет, не прыгнулось. То есть все по этой технологии и идет. Да-да-да-да-да-да-да. Ценники как были, такие они и остались. Вот как-то так получается. Нам нужно, чтобы вы пили качество. Качество. Запомните, это вопрос. Качество. Если у вас будет мысль про качественное пиво, то это только в Верхневральской пивоваренной компании. Хотя, в принципе, в Верхневральске есть другие конторки. Но маленький нюанс. Вы посмотрите, как это работает и как другое работает. Хотя другой меня туда и не приглашали. Но в некотором смысле вы можете это другое проверить. Опять же, мы говорим про Магнитогорск. Магнитогорск не обладает замечательной водой. Оно неплохая вода, естественно. Но вот возникает немножко другое состояние. Про другое состояние я сейчас в другом месте расскажу. Да-да-да-да-да. Откуда я и приехал. Я приехал, естественно, с вокзала. И рядышком в районе вокзала в принципе я могу легко в течение примерно получаса дойти с вокзала до правды. То есть там в принципе все нормально. Это то место, в котором благодаря шаговой доступности города Магнитогорска вы можете себе купить качественное пиво. мы туда сейчас и поедем. И да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. В принципе всю честность этого сюжета, все качество этого сюжета, именно качество этого сюжета написано прямо вот здесь. Но к сожалению вряд ли вы сможете это дело прочитать. А я вам немножко своими словами используя то, что здесь написано. Объясню. Почему это именно живое пиво? Да потому, что пиво Карлсберг это слабоалкогольный тонизирующий напиток, состоящий из натуральных компонентов, несущих в себе питательные свойства, богатства витаминов и ценных для человечества организма микроорганизмов. Поверьте мне, сто процентов. Даже никаких варрикантов быть не может. Еще раз, еще раз, еще раз залезьте в интернет, посмотрите, я там все показываю. То есть в данном случае нету ни добавок, нет, ни добавок, господа мои. И спирта там тоже нету. Нету, потому что, потому что, потому что, потому что, никто не хочет вас обманывать. Другие пускай обманывают, а мы не будем вас обманывать. Основная ценность пива заключается в его микрофлоре. Вот. Живой составляющей напитка. А также в высоком качестве воды. Вот еще и про воду я вам говорил. К слову о том, что оно не в Верхнеуральске, а в пяти километрах от Верхнеуральской станицы на горе Извоз. К слову, конечно же, на горе Извоз никогда там растительности не было. Это уже потом сделали. И сделали там хорошую вывеску, которую почему-то сейчас уже закрыли. А мне всегда нравился Ленин. Почему мне нравился? Потому что это такой же телец. Я не знаю, какого года. 70-й год надо глянуть внимательно. Это 1870-й год. потому что я телец с года быка. Честно, сложно быть телецом, поверьте мне. Телец вам должен всегда говорить правду. А правда это моя часть жизни. И даже если вы думаете, что мне кто-то платит деньги за этот материал, уж поверьте мне, мне за этот материал деньги не платят. хотя я через некоторое время, через две недели задам дивный вопрос. Может быть, мне помогут лечить ту болячку, которая у меня есть. А она просто так не откидывается. это такая серьезная процедура, которая прилепилась по самые по самые не, не буду про кривые помидоры говорить. Это я уже часто могу показывать. Короче, это была реальная нехорошая штучка. И без лечения я могу на то свет уйти довольно быстро. Вы меня смотрите. Вот вам вопрос. Вы можете сосканировать последний год. Я про честность говорю. Итак, что-то мало. Вот вам честный человек. Людей такого образа в Магнитогорске из топов 5 человек. 5 на весь город. Что-то маловато для пятого места, озвученного не моими мыслями. Может быть, я глупый, может быть, нет. Но люди сюда приходят. Потому что все видят. Все видят качество. Да, что касаемо нашего качества. Наше качество, оно работает, во-первых, и на вас в том числе. Давайте определимся. Вы утром какие встаете? Какие вы встаете утром, если вы выпили любое пиво, за исключением Бехнеральского сложности. Мне так кажется, потому что после того, как я узнал, насколько это пиво вкусное, перестал другое пиво пить вообще в крови своей. Не хочу и все, не хочу страдать, не хочу, чтобы мой кишечник переваривался. Не надо мне этого делать. Я уж потерплю, поверьте мне. Точнее, я не буду терпеть, я просто знаю, как это делается грамотным и качественным пивом. Потому что грамотное и качественное пиво с отметкой именно на качество, так вот это верхнеуральское пиво.